Это очень важная тема, потому что по поводу нее существует очень много разных вариантов понимания вещей. Я решил прочитать немножко по-другому эту лекцию, так что если вы хотите, вы можете из других городов взять еще другую варианту. Спасибо. 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 Вообще я хотел бы сегодня, конечно, поговорить о сознании. И чистота сознания будет входить в эту тему. Значит, во-первых, следует знать, что сознание – это то, что является, единственное, что является жизненной энергией человека. Кроме сознания, не существует никакой жизненной энергией. Сознание означает жизнь. То есть вот само присутствие жизни означает, что присутствует сознание. Например, в сознании есть растения. Растения тоже живы. У них есть признаки жизни. У них есть признаки жизни. Каким является самым главным признаком жизни, как вы считаете? Вот, допустим, искусственно выращивают кристаллы. У них жизнь есть? Нет. А камни, бывает, растут сами. Точно так же, как деревья у них есть концентрические другие. У них есть жизнь? Нет. Есть. А от чего казница заключается? Рост и любви подруги. Рост. Ну а как определить? Есть там душа, мы же ее видим. Связь и любви. Ну и там, и там есть связь и любви. А? Деление клеток. Что? Деление клеток. В камне нет деления клеток. Рост. Когда камень растет, там клеток нету. Это другая проба жизни. Естественно. На пустом же есть жизнь. Ну жизнь. Вырос жизнь на пустом же. Дыхание. Ну там тоже могут люди сказать, что мы вырастили, сами там тоже есть жизнь. И проблемы. Они могут там сказать. Дыхание камнями не заметят. Он раз в год дышит. Что это индивидуально? А? Что это индивидуально? Те, которые сами, они индивидуальны. А те, которые использованы, они уже индивидуальны. Ну это понятно. А в чем индивидуальность заключается? Итак. Жизнь в камне. Всегда и существуют, есть четыре признака основной жизни. Это. Все они означают стремление к счастью. Там есть сознание, там есть стремление к счастью. Желание кушать. Первый признак жизни. Дальше. Желание спать. Второй признак жизни. Желание. Желание. Желание заслаждаться. Там как вот. Желание заниматься сексом. Там вот это. Желание наслаждаться. И желание обороняться или как бы отгораживаться. Быть независимым. Защищаться. Вот четыре основные признака жизни. Которые присутствуют во всех живых существах. У камня, который имеет душу внутри, у него есть кокон. Снаружи такая оболочка, которая как бы отгораживает его от окружающего мира. У него также есть, от него подковываются маленькие коконы такие, которые развиваются потом в драгоценные камни. Это даже есть целый научный круг по этому кругу. То есть он развивается рядом. И там есть концентрические круги. То есть есть вот это ощущение счастья совместного с кем-то. У камней это есть. Есть защита. Да? Защита есть. Он кушает, он берет окружающие вещества. За счет чего-то он расширяется, сжигает. Он растет. Да? Сначала маленький кокон, потом он становится большой. Он растет. То есть есть еда. И также есть состояние, во время которого он перестает расти и отдыхает. То есть есть сон. Деревья на зиму. Они попадают, спят. Да? И есть защита. То есть они пытаются защищать. как-то по-своему от агрессии. Согласны? Есть? Это называется признаками жизни. Теперь у меня вопрос. Если у нас есть признаки жизни, то есть у нас присутствует жизнь, мы действуем. Каким образом мы можем определить, где сознание чище, а где не чище? У кого из людей, у кого из растений, животных, камней? Где сознание чище, а где не чище? Как определить? Какого критерия чистоты сознания? Кто может спросить? У него проявление жизни? А? У него проявление жизни? Динозавр? Не-не-не. Динозавр? Там, где сознание чище. А? А что значит сознание чище? Более благостно. Ну, благостно он поест, наест, съест человек пятьдесят. Он тоже благостный, лежит в себе глазками. Он плохо, ему хорошо. Позитивный настроек, позитивный настроек тоже в общем-то? Допустим, есть деревья, которым очень позитивный настроек, они никого не кусают, не пробуют. Может биополия, а аллерг? Биополия – это вообще не понятно что. Это какая-то выдумка наша. Есть сознание. Этим все сказано. А? 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 Тянется, дерево тянется наверх. Тянется, дерево тянется наверх. К более высшему, так сказать. На ногах высшему тянется. Но к Богу оно не тянется. Тянется, откуда вы его знаете? Внутри, в центре диска Солнца находит Сурья Нарая. Сам Бог. И да, люди, которые способны это понять, они достигают совершенства. Почему растения не тянутся? Тянутся, всем Богом тянутся. Но? Несознательно. Может быть, сознательно тянемся? Несознательно. Несознательно. Мы сознательно тянемся. Разные жизненные фары. Уверены? У каждого сознания, но чеще там. А другая фарма, но у человека самое чествие. Что отличает людей с чистым сознанием от людей с грязным сознанием? Одно слово есть. Счастье. Счастье у всех есть. И те счастья. Разные понимания с другими? Скажи сами. Что это означает разное понимание счастья? Как это по-другому называется? Пуск счастья. Что это такое по-другому? Что это такое? Это называется знание. Знание. Оказывается, что душа имеет три аспекта в сознании. В сознании души. У души есть два. Анатомия души состоит из двух частей. Она состоит из эгоизма. То есть эгоизм означает ощущение себя как личности. И она состоит из сознания. Сознание из души в свою очередь делится на три аспекта. Это стремление к личности, стремление к счастью и стремление к знанию. Так вот, все живые существа стремятся к личности и стремятся к счастью. Но лишь немногие живые существа стремятся понять, что такое истинное знание. Вот те, которые так и начали стремиться к знанию живые существа, они обретают разум. И разумные формы жизни, человеческая форма жизни это начало разумности. То есть мы находимся на самой низшей ступени разумности. Всего в ведах объясняют, что есть 400 тысяч разумных форм жизни. Из них человеческая форма самая неразумная. То есть мы начали только стремиться к знанию о том, что такое счастье. Настоящее знание – это знание о том, что такое счастье. Каждый понимает счастье по-своему. И оказывается стремление к постижению, в чем заключается смысл человеческой жизни, в чем заключается высшее счастье. Более… высшее счастье означает более большое счастье. Как его найти? В этом заключается понимание, что такое чистота сознания. Чем больше живое существо стремится понять, где знание выше и чище и счастливее, тем чище сознание этого живого существа. Самые личности, которые имеют очень высокую степень чистоты сознания, они всю жизнь пытаются изучать, где счастье выше. Они посвящают этому свою жизнь. Они ищут счастье. Они ищут настоящее счастье, которое действительно приносит успех. Они начинают анализировать, что такое счастье. И первое, в их анализ входит такая интересная вещь. Они начинают наблюдать за счастьем других живых существ, как они живут. Они, например, смотрят, как, допустим, смотрят в глаза просто человеку и свинье. В глаза. И они видят, что аспект блаженства у свиньи бывает даже выше, чем у человека. То есть, если посмотреть, допустим, в глаза свиньи, она лежит в луже, она ест какую-то ерунду, и у нее глаза полны счастья. Она такая вся. Она и очень хорошо. Понимаете? Если бы вы изучали вот чисто такое счастье, вы увидели, что животные испытывают счастье гораздо больше, чем люди. Вот это ощущение блаженства такое, наслаждение тела, у них больше выражено, у животных, очень сильно выражено. И вот эти четыре признака проявления жизни в теле, эти проявления жизни означают проявления жизни в теле. Они у животных больше выражены, чем у нас. Животные больше наслаждаются пищей, чем мы. Мы не можем так наслаждаться. Раз корова, она ест, ну все, она счастлива. Другие животные тоже счастливы, когда едят эти. То есть, тело, вот это вот, травоявных животных, тело предназначено для наслаждения пищи. Потому что они едят целый день, с утра до вечера. Ну конечно, есть тело живого животных, которые предназначены для наслаждения сном. То есть, медведь – он и очень счастлив, в споре. Есть тело животных, которые предназначены для наслаждения сексом избирательному. То есть, обезьяны и так далее. Они целыми днями этим занимаются, если вы в рынке были, посмотрите, чем они занимаются. Вот. И, есть животные, которые избирательно предназначены для самообороны, допустим, тигров. Он ходит, он смотрит на всех, то есть он готов всех разорвать. Так? Большинство людей, получив человеческую форму жизни, чем они занимаются? Они занимаются тем же самым, но более изощренной формой. Они ищут секса, они ищут свое умействие, они ищут секса, они ищут самообороны, защиты, чтобы квартира лучше была, чтобы мне никто не подошел и сказал, ты там, типа, плохой. Вот. Кушать получше, чтобы было так. И отдых, чтобы был помягче, послаще, чтобы отдых был хороший. Ну и что? Здесь чистота сознания. Если мы ничем не отличаемся от животных, они тем же самым занимаются практически. Чем они занимаются? Они тем же самым занимаются. Или вы хотите сказать, что нет? Ну кто вот будет возражать? Пожалуйста, давайте поспорим на эту тему. Если человек думает только об этом, почему вы думаете, что он чем-то отличается от животных? Чем он отличается? Более изощренных? Животные могут так изощренно сексом заниматься, что, не дай бог. Вы еще даже не знаете, вы понаблюдаете. Вот. Дальше что? Удоб... У нас удобств больше. А кто знает, больше или нет? Посмотрите, как хомяк у себя в норке себя чувствует, он вам... Вот. А вы вам трехкомнатной квартиры мало. Вы смотрите, там ничего хорошего. Мебель надо ставить, мебель все-таки. А хомяк ему хорошо, ему там... Он вырвал спинок, вылежит все, и он балдеет полностью. Ему хорошо. У него нет проблем с этим. Спать тоже. Что за счастье спать у человека? Ну, чуть-чуть поспал, и все, и больше не может. Медведь лежит полгода. Нет проблем. Да, уже все с ним хорошо. Ну? Что, мы опередили животных? Нет в этих наслаждениях. А знаете, почему не опередили? То же самое с сексом. У обезьяны нет проблем с этим, понимаете? 20 раз в день нет проблем. Тем мучаются там, ходят. Ой, у меня доктор, у меня импотенция. Что же мне делать? Я говорю, обезьяны рожают. Не проблем. Каких проблем не будет с импотенцией. Потому что обезьянье тело предназначено для этого. Там не бывает импотенции, понимаете? Человеческое тело не предназначено для того, чтобы заниматься, чтобы посвятить всю свою жизнь вот этим вещам. Оно не предназначено для этого. Потому что покушать много, не покушаешь, сразу болеть начинаешь. Поросёвок целый день ест. Потом раз поспал, не болеет. Дальше опять поел, поспал. Хорошо. В человеческом деле так невозможно жить. Чуть-чуть поел, поспал, поел, поспал и всё. И плохо совсем стало. Невозможно. Едой, счастья от еды не получишь. От сердца не получишь. Одним из очарований. Дальше. Некоторые надеются. Надейся и ждите. Па-па-па-па-па-па. Надейся и ждите. Вот. Надеются и ждут. Дальше. От сна тоже никакого счастья. Чуть переспал и болеешь. Зачем мы людьми радеемся? Мы не споем, а мне всегда чего-то не хватает. Да, мне всегда чего-то не хватает. Не хватает, честно. Итак, мы родились людьми только потому, что в одной из пор в жизни какой-то мы в корове, допустим, жевали траву. И в какой-то момент времени вдруг этой корове всё надоело. И надоело жевать траву, надоело заниматься сексом, надоело спать и надоело обороняться. И она подумала. Вернее, у нее возникла такая эмоция. А есть ли что-то другое в этой жизни? Более лучшее счастье, чем всё это? Есть ли такое счастье в этой жизни вообще? Или другого счастья нет? Или вот постоянно нужно только этим всем заниматься? Одна идея такая, которая только сформировалась у животного, она уродится в следующей жизни человека. Или в разумной форме жизни. Потому что цель разумного существования только одна. Это очищать своё сознание для более возвышенного понимания счастья. Которая отличается от желания есть, заниматься сексом, спать и от всех отгораживаться квартирами. Идея понятна? И только те в человеческом теле будут по-настоящему счастливы, кто это поймут. Все остальные будут мучиться. Ну, демоктор, я пришла, я хочу сказать, что вы не садитесь за всем замучены. А что они вам делают, плохого? Они свешивают своё бельё под моим балконом. Я говорю, ну и стоп, пусть свешат. Какие проблемы? Это же мой балкон. Я говорю, ну считайте, что это их, живите спокойно. Нет, я так не могу считать, что это их балконы домой. Я не разудиться буду. Она вся, прям, и не всё уже. Это реальные факты жизни. Глаза под ракой. Вторая. Доктор, у меня был инфаркт. Я говорю, от чего? Я соседка, у неё собака какает, на площадке встаёт. Я заучивался уже, каждый день от моей точки. Для чего люди живут? Это вот ощущение обороны у них настолько сильно выражено, что они без него жить не могут. Мы на газоне здесь у вас машину ставим. Они не на газоне, а рядышком с газоном, а в одном месте машину свою ставили. Вот, женщина, она выбежала. Я терпела, больше не могу. Я говорю, да зачем вы терпели? Сказали, мы могу убрать. Я больше не могу, уберите с нами машину. Я говорю, а что случилось? У меня окно здесь, понимаете, окно здесь. Говорю, ну и что, она же, окно-то не суётся, говорю. Она говорит, нет, я не могу, я в полицию заявлю. Это насилие. Я говорю, пожалуйста, не заявляйте, мы сейчас уберём. Спасибо, извините, что мы вас беспокоим. В следующий раз сразу говорю, если что не так. Это же шизофрения. Мы в человеческом теле ведь не для этого разделились. Ведь обороняться можно в морке, там, сусли, побегать. Мы не для этого разделились в человеческом теле. Она предназначена для поисков возвышенного счастья. Понимаете, в этом и заключается признак чистоты сознания. Понимаете, а не в чём-то другом? Вы можете, конечно, со мной спорить и говорить, но без этого же невозможно жить. А кажется, возможно. Можно? Давайте сейчас об этом поговорим. Оказывается, что человек, который развил в себе ощущение вот этой чистоты сознания, ему никто не мешает. Ему всё хорошо. Кто бы ни жил вокруг, какие бы люди ни жили, какие бы недостатки у них не было. Есть возможность иметь нормальную жену в этой жизни или нет? Иметь такой возможности. Есть возможность иметь детей или нет такой возможности? Есть возможность очень богато кушать или нет такой возможности? Есть возможность много зарабатывать или нет? Если человек начинает развивать себе чистоту сознания, поверьте мне, он счастлив, независимо от всех этих факторов судьбы, которые часто поменять просто невозможно, в силу плохого влияния планеты. Именно для этого человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы почувствовать вот этот вкус другого счастья, который называется духовным счастьем. Мы по своей природе в душа, душа излучает сознание, сознание души пропитывает все тело, поэтому в теле появляются признаки жизни. Мы можем двигать руками, ногами, только благодаря присутствию сознания. Если взять, допустим, и на время хотя бы лишить какой-то части тела сознания, она станет безжизненной, она не будет двигаться, там не будет жизни. Но оказывается, что все вот это наполнение сознанием нашего тела, оно не приносит нам счастья, потому что оно наполняется вместе с тем, как наполняется наше тело так же, и ощущением себя, как тело. Оказывается, что у нас вот сама причина рождения в этом мире материальном заключается в том, что мы получили, мы захотели жить для себя, понимаете, и получили при этом ложное эго. Ложное эго означает такая сила, которая куда бы сознание ни проникло, ложное эго считает это моим или мной. Таким образом, никаких шансов чувствовать свою вечную природу души не остается, понимаете. То есть, ложное эго проникает в руку, сознание проникает в руку, ложное эго снил. Все, это я. У меня такое ощущение, это я. И это уже означает страдание, потому что тело-то меняется. Циклично действует время на тело, оно имеет материальную природу, время циклично действует на все материальные объекты, и все их стареют постепенно. Тело стареет. Но душа никогда не стареет, она вечно по своей природе. И немедленно это вызывает что? Страдание сразу же. Страдание сразу же, просто мы думаем, я тело, все, это уже страдание, потому что оно постоянно стареет, каждую секунду нашей жизни. Мужчина пытается сохранить изо всех сил свою красоту. Мужчина пытается сохранить изо всех сил свое могущество. Но тело на самом деле развалится, и будет разваливаться, красота будет уходить, могущество будет уходить. И счастья будет все меньше и меньше. У тех, кто находится на телесной платформе счастья. Те, кто думает, что вот от этого того, насколько я намажу, это все. От этого будет зависеть мое счастье. Это ошибка. Ошибка нашей цивилизации. Потому что на самом деле человеческая форма жизни предназначена совсем для других вещей. Поэтому психологи не решат эту проблему. Проблему страданий стареющих людей. Каждую секунду стареющих людей. Наше ощущение, что мы тело, не приносит нам счастья. Для того, чтобы наслаждаться этим ощущением, нужно рождаться в теле животных. Которых в тысячу раз больше возможности заниматься сексом. В тысячу раз больше возможности наслаждаться пищей. В тысячу раз больше возможности наслаждаться сном. В тысячу раз больше возможности наслаждаться обороной. эти там новые русские разбили всю Москву из-за того, что там на матче проиграли шизофреники они в следующей жизни все, кто так ведет себя они все родятся волками и будут бегать по лесу и искать кого бы разгрызть это их пуск к счастью они так хотели быть счастливыми, они получат это, веды говорят, что желание души является основной силой, которая заставляет ее рождаться в том или ином теле вот вы придаете значение сильно большого своим желаниям вы думаете, я сегодня хотел это, а завтра буду хотеть другое, но на самом деле то, что мы хотели сегодня этого это никогда не забывается мы обязательно, нам придется это получить, как только вот столько-столько, сколько мы имеем желания в своем голове, столько формируется новое тело у нас каждую секунду у нас формируется тонкое тело оно, наше тело остается всю жизнь таким же но тонкое тело, оно постоянно меняется от наших желаний поэтому называется телом желаний и в зависимости от желаний, которые мы имеем в следующей жизни мы получаем тело, которое может удовлетворить эти желания в человеческом теле невозможно получать очень эстетически очень вкусный, большой какой-то вкус очень наслаждаться пищей невозможно человеческое тело предназначено только для развития знаний поэтому у нас такая большая голова приходится много изучать она предназначена, человеческое тело предназначено для этого и те люди, которые это по-настоящему понимают они начинают испытывать все больше и больше счастья в жизни, понимаете? это называется процессом очищения сознания что такое очищение сознания? это очищение сознания от эгоистического восприятия себя телом вот что такое очищение сознания да, человек все больше и больше начинает понимать, что он не тело тем больше, чем чище у него сознание потому что грязь, грязь это не что иное как влияние ложного эго это ощущение корысти то есть бескорыстие является означает чистота бескорыстный человек не имеет проблем какие проблемы имеет бескорыстный человек? давайте будем обсуждать какие он проблемы имеет? ну вот какие проблемы есть у бескорыстного человека? скажите мне найдите мне хоть одну проблему ну давай на нем все ездят но он бескорыстный ему все равно хорошо он же бескорыстный так еще какая проблема? дальше не основной аргумент на нем все ездят ну хорошо, он наоборот хочет всем помогать у него нет проблем с этим? он не наслаждается телом он не наслаждается телом так вы поймите, что если человек не наслаждается телом если он бескорыстный, действительно он не может наслаждаться телом он бескорыстный это значит, что его вот эта потенция наслаждения она начинает сначала выходить за рамки тела а потом выходит за рамки тонкого тела представляете, в рамках тела как трудно наслаждаться оно постоянно болеет Но почитай молитву, и тебе сразу счастье придет. Такая молитва, жану отболит. Вот. Если живот болит, человек на телесной платформе находится, он молитву, от молитвы счастье уже не получит. Счастье от молитвы – это духовная платформа, понимаете? Для духовной платформы нет проблем, болит живот или нет. Человек, который испытывает счастье от молитвы, у него оно не уменьшается, когда живот болит. Поэтому его и не сильно беспокоит, болит живот или нет. Это называется духовная платформа, абсолютная чистота сознания. Он испытывает счастье всегда, болит живот или нет. Понимаете идеи? Человек, сознание, которое находится на тонком уровне, он способен испытывать счастье просто от того, что он знает, что где-то есть близкий человек. Или он может испытывать счастье от того, что он просто вспомнил что-то и все. Ему не нужно даже никуда ходить. Но телесная платформа означает, что надо удовлетворять тело. И весь день на это занято. Человек весь день этим занимается. Он работает целый день. Потом целый день пытается отдыхать от этой работы. Телесная платформа означает постоянная занятость для того, чтобы тело содержать. Но человек, который занимается другими вещами, он пытается понять, что такое тонкое тело сначала. Что такое тонкое тело. Оказывается, мы живем-то в тонком теле, не в грубом. Вот руку мне отрезали, меня меньше стало или нет? Я каким был, такой есть. Ногу отрезали, меня меньше стало. Что значит большой человек? Большой человек, это значит, что его все уважают. А если у него нет руки, ногу, большой человек, понимаете? Большой, все равно остается большим. Так? А есть великие люди, есть большие, есть великие люди. Великий человек означает, веды говорят, махатма, великая душа. То есть он означает, что он душа уже, а не тело. Кто значит великий человек? Это значит, что он вообще себя телом не чувствует. Это значит, что у него нет страха смерти. Потому что он чувствует себя вечным. Почему нет страха смерти? Говорят, сумасшедшие только не имеют страха. Почему он сумасшедший? Он же не чувствует, что он умирает. Он чувствует себя душой. Тело умирает, но душа нет. Поэтому он не чувствует страха смерти. Это признак чистоты в сознании. Как только должное эго проникает в тело, вместе с тобой завлекая сознание, то человек не может чувствовать себя душой, он чувствует себя телом. В результате этого у него сразу возникает страх смерти. Потому что он думает, что он умрет. Он реально думает, я умру. Но на самом деле душа-то не умирает. Поэтому только тот, кто культивирует в себе знания, только этот человек способен по-настоящему чувствовать вечность, вот три аспекта души. Вечность, знание и счастье. Только тот, кто культивирует знания, он по-настоящему вечно способен себя чувствовать, потому что он свободен от отождествления себя с телом. Понимаете? Его сознание направлено на другое. Допустим, кто из нас вот заметил тот факт, что когда улыбаешься другим людям, они тебе тоже улыбаются. Это духовная платформа. Нам же хорошо, когда нам улыбаются, так? Ну улыбайтесь другим, поставим вам тоже будут улыбаться. Нам хорошо, когда нас уважают. Ну делайте все, для всех. Все, что можно сделать в своей жизни, делайте для всех. И все будут счастливы вокруг, и нам будет хорошо. Но почему мы этим не занимаемся? Только по той причине, что наше сознание сосредоточено на другом. Вот люди мне подходят и жалуются, говорят, я хочу желать всем счастья весь день, но не могу. Я забываю, мне постоянно кушать хочу. У меня постоянно внутри меня начинает какая-то сила заговорить. Кушать хочу, хочу с женой разобраться во всех вопросах. Хочу думать о деньгах, а вдруг получки не будет, там или еще что-то, кризис, там, муфляция, там, еще что-то. Вот, некогда желать счастья-то. Ему оказывается, что некогда желать счастья. Хотя он хочет, он говорит, я хочу всем счастья желать. Я понял, что от этого огромное счастье получается в жизни. Но не могу. У меня нет возможности внутренней. Потому что ум постоянно отвлекается на что-то другое. А на что он отвлекается? На то, чтобы обеспечивать тело. То есть душа становится рабом тела. Понимаете? Не тело, а материальное тело, которое безжизненно, оно мертво. Без души его нет. Это мертвая материя. Я в одном святом месте болел астмой, один очень духовный человек. Я знаю, что я ее вылечу, это астма. Но я впервые в жизни столкнулся с одной вещью, которая меня потрясла даже в душе. Я к нему подошел, говорю, можно я вас полечу, я вылечу вашу астму обязательно? Он говорит, можно, ну давай сядем, я с тобой поговорю. Вот смотри, он показал мне свою руку. Это мертвая материя. Я говорю, как же она мертвая, если она живая? Это же рука. Он говорит, это мертвая материя. Потому что я, душа, нахожусь в нем. Он говорит, я говорю, ну давайте я вас и полечу в нем. Он говорит, душа не болеет. Поэтому меня лечить не надо. А это мертвое тело все равно развалится. Рано или поздно оно развалится. Поэтому давайте он, поэтому он говорит, давайте не будем тратить время на то, чтобы заниматься телом. Давайте будем заниматься душой. Я говорю, ну тело-то будет страдать, и вы будете страдать. Он говорит, это заблуждение. Человек, который со всей решимостью начинает заниматься с душой. Сознание, очистившееся, получает столько счастья, что и на тело тоже хватает. Очистившееся сознание, оно... Что значит очистившееся? Это значит, что сознание уже не сосредоточилось на теле, оно пошло вширь. Оно вышло из рамок тела. Сознание вырвалось из рамок тела, из этой клетки, в которой мы скованы. Мы думаем только об этом теле. Вот это я. Сознание вырвалось из этих рамок, и оно начало двигаться вперед. Оно начало думать о чем-то другом. Желание помочь всем окружающим, желание ощущить эту вечность, желание получить высшее знание. Сознание вырвалось и понеслось во все стороны развиваться. Сознание, ощущение счастья, бесконечности. Ощущение знания сразу появилось внутри живого существа. И немедленно взаимодействие с окружающими живыми существами тоже возросло. Такой человек, у которого вырвалось сознание из рамок тела, он не хочет жить для себя, ему неинтересно. Он хочет всем помогать, он хочет сделать то, он хочет сделать это, да все. В результате все тоже что-то хотят сделать для него. Но начинается возрастание блаженства в результате. Вот этот процесс возрастания блаженства идет от бескорыстия. Чем бескорыстнее человек, тем больше этот процесс возрастания блаженства, тем меньше ощущение, что эгоизм приносит счастье. Это называется ощущение сознания в этот процесс. Некоторые думают, что ощущение сознания это значит, как жизнь. Да, человек занят своим телом, как он может очистить сознание. Он занят телом, занимается йогой. Но он занят телом в это время. Это еще не очищение сознания. Это только подготовка к нему. Потому что пранаяма означает концентрация сознания. Когда человек способен концентрировать свое сознание, он должен сосредоточить сознание в определенных зонах. Он должен сосредоточить свое сознание вот здесь. Здесь находится сверхдуша. Это называется аштанга йога. Человек пытается увидеть сверхдушу. Также он сосредоточить свое сознание вот здесь, где поступает жизненная сила в его тело, чтобы использовать ее в нужном направлении. Высшая энергия жизненная поступает отсюда. Так это называется аштанга йога. Он занимается тем, что он возрастает. Чем больше просветения сознания, тем больше он начинает видеться в душу. Но в конце концов он понимает, что он не сможет очистить свое сознание до тех пор, пока он думать будет о себе, о своем прогрессе, о моем, о том, о сём. Он должен начать думать о ком-то другом. И тогда это ощущение мое, оно будет снижаться. Ложное эго будет уменьшаться. В результате этого будет увеличиваться чистота сознания. Чтобы очистить свое сознание, не нужно заниматься собой. Это заблуждение. А для этого нужно заниматься не собой, а кем-то другим. Иначе сознание не очищается. Понимаете идею или нет? Что значит очищается сознание? Ощущение счастья становится больше. Потому что расширяется сознание от рамок тела, уходит. Тело постоянно стареется, сознание сосредоточено на нем. Сам процесс старения вызывает страдания. Поэтому люди говорят, я такая беспокойная, что-то у меня постоянно беспокоюсь. Я не знаю, почему он мне так беспокойно. Кому тебе? Беспокойство рождается в результате соприкосновения сознания со стареющим телом. Вот и все беспокойство. Тело стареет, сознание беспокоится. Потому что сознание, оно не понимает, что такое старость. Душа вечна по своей природе, она всегда молодая. У нее нет старости. Поэтому возникает ощущение беспокойства. Но как только человек отвлекается от своего, от себя, он немедленно начинает испытывать счастье и свою вечную природу. У него, проявляя, пропадает страх сразу, немедленно. Понимаете идеи или нет? Это очень сложно, как бы, понять для себя, как бы, кажется, ну, всю жизнь же неким заниматься. Но обезьяны же тоже всю жизнь неким заниматься. Потом они попадают в цирк, начинают дрессировать, и становятся почти людьми, да? Делают то же самое, но по-человечески уже. Я вам предлагаю другую практику, не обезьяненную. Оказывается, что в теле присутствуют два вида сознания. И удивительно это знать. То, что оказывается душа, сознание души или наше собственное сознание, то, кем мы себя чувствуем, сознание, наше собственное сознание, оно в теле практически не присутствует. Оказывается, что сознание сверхдуши или сознание Бога, оно полностью наполняет тело. И вот эта способность двигаться, это все происходит за счет сознания сверхдуши или сознания Бога. Душа же свое сознание, она направляет только в свои собственные желания. Понимаете? Потому что душа не может управлять материей, она духовна по своей природе. Душа, она не соприкасается с материей. Она не может это сделать. Духовное, это совсем другое. Оно не может соприкоснуться с материальным. Если оно соприкоснется с материальным, значит, оно потеряет свою вечность. Вечное не может соприкоснуться с бревным, иначе оно становится потерянным. Вечное не может сделать бревное вечным, и бревное не может сделать бревным вечное. Нет соприкосновения, точки соприкосновения нет. Понимаете идею? Но так как в душе хочется жить для себя, в духовном мире, там, где все живут, в вечных телах, и у них идеи нет жить для себя, Но свобода выбора есть всегда жить для себя. Обязательно она остается. И те души, которые захотели жить для себя, они попадают в материальное тело. В материальную вселенную. Сразу же, немедленно. В результате этого появляется ложное эго вокруг места истинного. Истинное эго говорит, я, я, это я, это что такое? Я это то, что хочет жить для других. А ложное эго что говорит? Когда мы рождаемся, я это то, что хочет жить для себя. Ручки-то не разжимаются же, а наоборот сжимаются. Если дашь что-то, то уже не возьмешь назад. Это означает, так действует ложное эго. И оказывается, что душа, она просто хочет жить для себя. Но на самом деле она сама не может этого делать. И кто же делает это все? Кто соприкасает душу с материей? Бог. Существует сверхдуша. Что такое сверхдуша? Сверхдуша это аспект Бога. То есть его определенная структура, которая выполняет обретые функции. Чем она занимается? Душа говорит, хочу руку поднять. Сверхдуша немедленно, в ту же самую секунду дает энергию, сознание на то, чтобы рука поднималась. И таким образом сверхдуша и Бог занимаются тем все время, что он удовлетворяет наши желания. Каждую секунду нашей жизни удовлетворяет наши желания. Мы же чем занимаемся? Мы приходим в храм и говорим, Господь, если ты есть, почему ты не удовлетворяешь моих желаниях? Это же дуртон полный. Каждую секунду мы руку даже без него поднять не можем. Потому что душа сама по себе не может соприкоснуться с материей. Она не может заставить ее жить. Только сверхдуша способна это сделать. Понимаете идеи или нет? И вот мы всю жизнь занимаемся только желаниями здесь. То есть мы хотим того, хотим всего. И мы таким образом, вся наша деятельность в материальном теле, она направлена на то, чтобы понять, можно ли быть счастливым, живя для себя. Все, больше нет никаких идей существовать в этом мире. Мы пытаемся это понять разными способами. В конце концов, многие делают вывод, что самый лучший способ жить для себя, это делать все для других. Приносить им счастье. И ждать, когда они тебе взамен тоже все это будут делать. Это называется гоноблагости. Человек бескорыстно трудится для других, но идея его все равно. Быть счастливым в кругу этих людей. У него где-то тайна этой идеи есть. Он бескорыстно вроде бы все делает, но он все равно, он ожидает, что они все будут взамен как бы то же самое делать ему. Это приносит счастье в материальном мире. Но не такое, будь большое, как в духовное счастье. Это делать так очень трудно, потому что когда человек завоевывает положение, богатство и все прочее, он уже наплевал на всех, ему уже не хочется так бескорыстно жить у других. И он таким образом опускается на низшие планеты. На высших планетах живут те, кто бескорыстно, живут бескорыстно. На низших планетах, на средних планетах те, у кого корысть контролируема. У нас контролируемая корысть. Мы знаем, что надо жить для себя. Мы знаем это. Мы знаем, что это можно сделать, когда мы что-то делаем для других. Но при этом мы не хотим никому зла. Мы хотим себе просто иметь что-то и все. Мы не хотим никому зла. На низших же планетах там корысть неконтролируема. Они готовы все, что угодно сделать для того, чтобы иметь свое счастье. Все, они могут убить, растоптать там все, что хочешь. Понимаете идеи? Оказывается, что сверхдуша постоянно удовлетворяет наше желание. Но на самом деле, веры говорят, что душа, которая способна оторваться от своих постоянных желаний вот в этом мире, вовне. Вот она ищет всегда вот там, вовне счастья. Та душа, которая способна оторваться от этой идеи и начинает пытаться сосредоточить свое сознание внутри себя в поисках счастья там. Рано или поздно она начинает чувствовать энергию сверхдуши. И как только это произойдет, вот это взаимодействие души и сверхдуши, вот эта вот первая вспышка контакта настоящего, она похожа, знаете, на что, как два друга старых любимых встретились. Давно они видели, который друг друга. Потому что душа, веры говорят, что Бог являет самым лучшим другом для любого из нас. Он постоянно для нас живет, у него нет другой идеи. И когда вот эта встреча произошла, душа начинает испытывать очень огромное счастье. И это отражается на теле также. В теле появляются все признаки транса духовного. Появляется брошь по телу, там волосы дыном, стоят слезы из глаз. Ощущение такое небыкновенного блаженства наступает. Это состояние называется самадхи или состояние транса. Оно в разных религиях и религиях называется по-разному. В христианстве, допустим, оно называется духовным отправением. В ведах, допустим, называется духовным трансом. И так далее, допустим, ну, там, и так далее. То есть есть, там разные, как бы, названия, но идея одна и та же. Сверх душа соприкасается с душой. В этот момент происходит такое огромное счастье, которое невозможно описать. И что же мы можем сделать для того, чтобы его почувствовать? Это счастье. Первое, что нужно сделать, это нужно очищать себя от эгоизма. И вот у нас в нашем семинаре есть развитие хорошего качества характера, который подходит к концу. Вы заметили, что он весь направлен на то, чтобы мы с разных аспектов избавились от эгоизма. То есть мы занимаемся только этим здесь, с разных сторон. Мы смотрим на то, что это не нужно в жизни. Когда человек от эгоистичности избавился во внешней своей деятельности, он начинает понимать потихоньку, что он сам является источником счастья. Знаете, как это можно почувствовать? Когда человек бескорыстно все делает, куда бы он ни посмотрел, все ему рады. Он смотрит туда все счастливы, туда все счастливы. Он смотрит везде, где бы он ни посмотрел. Все счастливы вокруг. И он начинает чувствовать, что он является источником счастья, его тела. Но как только он начинает думать, что это я являюсь источником счастья, все сразу становятся печальными. И рано или поздно он начинает понимать, что счастье идет как бы из моего тела, но не является моей сутью. Я же являюсь других людей, я отдаю эту силу счастья им, но я ей не обладаю в полной степени, потому что я не могу заставить их радоваться мне, если я действую корыстно. Понимаете, такой человек, исследовав эту сферу, эту деятельность, и как можно быть счастливым, он понимает, что только бескорыстная деятельность дает людям окружающим на настоящее счастье. Что такое настоящая дружба? Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Это все признаки бескорыстия. Беде не бросит, то есть беда у нас для всех одинаковая, но он не бросит, лишнего не спросит. Голубь для всех тоже одинаковый. Понимаете? Он хочет дать другим. Вот что значит настоящий верный друг. Это означает бескорыстие. Чувство долга – это тоже бескорыстная вещь абсолютно. Человек хочет делать, все выполнять, хотя ему самому плохо, но он хочет жить для других. Это бескорыстная вещь. Доброта, простота. Все признаки святой личности, все они бескорыстны. Все это проявление бескорыстия. И все они приносят очень много счастья. Но как только человек понял, что счастье исходит из него, он сразу почувствовал себя источником счастья, он теряет бескорыстие. И он вот так кувыркавшись несколько раз, вот так в своем этом понимании счастья, он приходит к выводу, что он не контролирует эту силу счастья, что она контролируется чем-то другим. Какой-то другой силой она контролируется, понимаете? У него он начинает понимать, что он не пуг земли. Что у него как бы есть сила внутри, которая дает возможность быть счастливым и забирает эту возможность. И так человек приходит к выводу, что внутри тела, кроме меня, присутствует еще другая личность, которая излучает огромную силу счастья. И такой человек выходит на ощущение аспекта сверхдуши. Это возможно только иметь, если иметь абсолютную совесть или правдивость. То есть человек, который абсолютно правдив, он видит, что не я источник счастья, а что-то другое внутри меня, которое исходит из тела. И такой человек начинает... То есть есть внешнее сознание, то есть сознание делится на три вида. Источники сознания есть. Источники сознания — это душа и сверхдуша. Есть внутреннее сознание. Внутреннее сознание может быть направлено на поддержание тела и не является бескорыстным. Так? И второй вид внутреннего сознания, направленное на самоосознание. Человек не может заниматься... Человек, который ищет счастье в этом мире и пытается контролировать свое тело, заниматься здоровьем, он не может заниматься самосознанием в полной степени. Это не является самосознанием. Потому что самоосознание означает осознание души. Мы есть душа. Он же осознает, как сознание взаимодействует с ложным эго в теле. Он смотрит, как процессы все эти протекают. Сознание направлено внутренне. Он занимается медитацией. Но на что он медитирует? На то, как работает кишечник, на то, как работает печень, на то, как работает мозг. И цель его работы, его медитации заключается в том, чтобы эту работу отлагить, чтобы быть счастливым в этом теле. Понимаете? Но тело-то все равно стареет. Это все равно, что ремонтировать машину, которая едет в пропасть. Ремонтник сидит в машине и ремонтирует машину. Он старается, сейчас отремонтирует, она будет хорошей. Она в пропасть едет. Отремонтировал и упал в пропасть. Я всю жизнь болел. Я всю жизнь болел. Теперь мне уже 70 лет. Я научился не болеть. В свои 70 лет я научился не болеть. Я всю жизнь старался понять, как не болеть. И в 70 лет я научился не болеть. Теперь я счастлив тем, что я научился не болеть. Скоро помрешь. И вся твоя учеба не болеть закончится на этом. Идея истинно? Это означает, что внутреннее сознание нужно направить на нечто другое. Нужно искать источник счастья внутри себя. И нужно заниматься здоровьем. Здоровье нужно. Я сейчас объясню для чего. Когда человек начинает бескорыстно искать источник счастья внутри себя. Когда он пытается всем желать счастья. Я желаю всем счастья. Цель его заключает. В нем две цели. Первая, чтобы сделать всех счастливыми. Вторая цель, увидеть этот источник счастья. Откуда он исходит? Я желаю всем счастья. Когда человек бескорыстно сделал. Раз. У него изнутри что-то такое. вырвалось хорошее что-то. И сразу у него возникает первая мысль, я такой хороший, я так счастья всем хорошо пожелал. Идут раз, второй раз, он пожелал счастья, тю-тю. Когда эта мысль вырвалась. И он так тренируется каждый раз. И потом он начинает понимать, что на самом деле самое большое счастье, это вообще не думать о том, вырывается счастье изнутри из меня или нет. А просто желает всем счастья и все. И счастье тогда всегда вырывается в этом случае, оно не заканчивается. Таким образом, служение или бескорыстное деятельность являются основой счастья. Понимаете? Но при этом не нужно думать о награждении в это время. Совсем не нужно думать, тогда счастье будет присутствовать. И оказывается, что человек что-то знает, что означает самосознание? Самосознание означает, как ведет себя счастье внутри меня. Это и есть самосознание внутри моего тела. Ничто нет, ничего другого, которое называется самосознание. Если человек занимается правильно самосовершенствованием, он пытается жить для других людей, пытается всем помогать. И в это время он изучает, как счастье, как сила счастья ведет себя внутри. И он в конце концов занимается этой деятельностью. Когда сознание очень сильно очистится, он начинает понимать в конце концов, что только силой служения можно заставить счастье выходить изнутри. Потому что сверхдуша является самым лучшим другом для нас. Она неподкупная. Если мы можем служить ей, она открывает себя для нас. Понимаете? Потому что она нам всегда служит. Ну, говорит, ага, служит ей. Так. Это уже знание не для меня. Почему я должен кому-то служить? Так есть сложная вещь. Кому-то служить еще. Ну, че сегодня? Тептанство какое-то затягивает всех. Служить кому-то надо, как-то. Никому не будем слушать. Мы свободные люди. Источник счастья в этом мире Солнце. Оно рабом является? Нет, Солнце? Является рабом? Нет. Сила солнечный свет дает счастье. Мы говорим, это фотоны света. Растения по дурости своей тянутся к этим фотонам. Мы тоже подставляем свой зад под фотоны света. Почему же мы счастье это чувствуем, если это просто фотоны света? На солнышко выходим, хорошо становится счастье. Откуда из фотонов света счастье может возникнуть? Счастье, оно по всему по себе имеет духовную природу. Оно не зависит от материи. Когда человек улыбается, мы улыбаемся, мы улыбку, когда строим улыбочки. Это можно делать двумя способами. Первый вид улыбки означает выход в счастье. Сначала счастье вышло, потом улыбка возникла. Вот второй вариант это делать американскую улыбку. Вот так. А в глазах счастья никакого нет. Понимаете? Точно так же можно свет пускать, а счастье из него не выйдет. Если лазерный луч, допустим, путить только этот дым появится в теле, и все, больше ничего не будет, никакого счастья. Но солнце дает счастье. Это личность, которая приносит счастье нам. Она действует бескорыстно. Если бы у нее корысть была, она бы не давала эти солнечные лучи. Зачем это нужно? Кому-то отдавать свои солнечные лучи неблагодарным людям, которые под них задницы подставляют. Зачем? Никакой благодарности нет. Вместо того, чтобы уважать солнце, мы им задницы под ним подставляем. Я вчера решил солнышку порадоваться и сходить вам на фляж. И что я там увидел? Вот именно это я увидел. О чем я сейчас говорю. Борьба идет за каждый миллиметр. Открытие территории для солнечных лучей за каждый миллиметр нужно подставить как можно больше. В этом заключается правильное понимание вещей. Это шизофрения. Люди думают, что чем больше они в себя питают тело свое, тем больше у них здоровья будет. А оказывается, согласно Орведе, чем эгоистичнее человек относится к солнцу, тем вражеский, более вражеский, по-вражескому солнце начинает действовать на него. Поэтому вот это просто загорание, когда человек лежит на пляже, он копит себе только силу болезни. И поэтому после этого загорания что происходит? Появляется насморк, отсутствует аппетит, головные боли, тяжесть во всем теле. День-два совершенно ко мне приходят, говорят, я вчера лечил со солнцем. Доктор, ну камни у вас что-то перестали помогать. Каждый раз в понедельник такой синдром. Я говорю, камни у них действуют. Я говорю, вчера загорали? Да. Это означает эгоистическое отношение. Эгоист не раздает настоящего здоровья. Оказывается, настоящее здоровье будет в теле у того, кто начал жить бескорыстной жизнью. Почему? Потому что кто поддерживает здоровье в теле? Сверхдуша, которая питает его энергией сознания. Когда человек начинает всем желать счастья, сверхдуша выпускает эту силу в сознание наружу. А в ней бесконечное количество счастья и бесконечное количество здоровья. Поэтому есть люди, которые могут вылечить миллионы людей. Миллионы людей они могут вылечить, потому что из них стеяет как лампочка этот свет, этот здоровье. потому что они хотят всех, чтобы все были здоровы. При этом они сами не будут болеть. Почему? Потому что здоровья хватает и на это тело, из которого исходит сила счастья. Неужели вы думаете, что там ничего не задержится? В этом заключается основной принцип лечения. Но чем больше человек трясется за свое тело, тем будет больше болеть. Это даже врачи догадались уже об этом. И так, в основном люди живут в состоянии внешнего сознания. То есть они ищут счастье из взаимодействия тела с окружающей материей. То есть когда мы кладем кусок, допустим, пищи в рот, происходит взаимодействие одного вида материи с другим. Но почему тогда возникает счастье? Оказывается, что в пище в этой присутствует сознание, какой-то души. Когда мы взаимодействуем с этим сознанием, появляется чувство вкуса или проявление любви. Например, я курочку люблю. Курочку, как ты ее любишь? Объясни мне. Когда она кудахты или когда она пищит у тебя на зубах? Это проявление любви тоже. Но там остаточно люди, которые не понимают, что на самом деле главное, любовь гораздо более возвышена, когда ты будешь курочке кудахтать в ответ, желая ей счастья, она будет очень счастлива от этого. И прыгать будет, очень веселиться. Ты будешь испытывать гораздо больше счастья, чем ты ее один раз скушаешь и все. На этом все счастье закончено. Потому что в теле животного, которое мы видим, там находится остаточное сознание души. Остаточное сознание. Просто тонкое тело уходит из тела и оно, так как оно привязано к этому телу, оно встает и оставляет часть там сознания. И все. И мы когда едим, мы едим вот эту боль, разлуки с телом, души. Поэтому человек испытывает какое-то чувство счастья от того, что он ест. святые люди, которые поняли это, что они на самом деле говорят перед бедой? Они говорят, пожалуйста, вот простите меня все, чьи тела я ем. Но я без этого не могу жить. Потому что мое тело изначально предназначено для того, мое тело. Спасибо, на солнышко побуду. Мое тело предназначено для того, чтобы поедать другие тела. Здесь все устроено на эгоизме, весь этот мир. Поэтому мне приходится, живя в этом деле, принимать условия этой игры. Поэтому я не могу жить, не ех, если не буду никого есть. Не есть, понимаете? Идею. Но человек по-настоящему разумный выбирает, что он ест менее разумные формы жизни. Только с целью. Конечно, камни он есть не сможет в человеческом теле, но по крайней мере растения. Понимаете идею? Или нет? Ну, мужик есть песок, теория. А? Песок есть. Кто? Есть песок, это не заяк. Ну, молодец. Я не знаю, кто с вами будет. И все, и больше ничего. Да? Ну, это очень высокий уровень. Мы не можем продолжать это. Поэтому, еды говорят, надо просто есть... Для разнообразия. Еды говорят, надо просто есть регистратскую пищу. Один за два самолета съелся. И Гурько, оттуда гимна засыпался. Автоп, извините, остановился у карьеры, автобус еду, просто за карьер, и с тех пор есть песок. Да? Да, с моим, и потом питается песок. Ну, молодец. Следующий раз в жизни он родится этим, термитом. Будет жрать стены. У него вкус счастья такой. Итак, давайте дальше продолжим нашу тему. Наша цель не научиться есть песок. Наша цель научиться почувствовать более высокий вкус счастья. Поэтому мы должны изучить, какие виды сознания существуют. Итак, первый вид сознания, который мы изучили, это сознание, направленное на поддержание тела. Это сознание является сознанием сверхдуши. Другой вид сознания, который направлен на самоосознание, это не что иное, как сознание наше личное. Понимаете? Мы, допустим, говорим, я хочу здоровья. Я хочу, это мое проявление меня, но здоровье само принадлежит уже сверхдуши, это сила. Но когда человек занимается самосознанием, все сознание, которое он направляет, то есть душа пробуждается таким образом, она начинает действовать. До этого душа жила как? Она просто хотела чего-то, понимаете? Как грудной ребенок, который постоянно кричит и ему постоянно что-то кладут в рот, пененки меняют. То есть в этом случае он действует сам или нет? он просто живает и все. Веды говорят, точно так же душа, которая постоянно хочет чего-то для себя, она не живет на самом деле, она просто живает или спит. И веды говорят, что такие спящие души могут жить даже в человеческом теле. Но человеческое тело предназначено для пробуждения души. Что значит пробуждение души? Это значит, что душа не удовлетворена теми условиями счастья, которые сейчас она имеет. Это не означает, что она пытается опять больше просить для себя. Пробужденная, пробуждающая душа, она пробуждается также и ее правильное понимание вещей. Это значит, что счастье находится в желании служить, а не в желании пользоваться чужим служением. Вот когда счастье, когда мы начинаем чувствовать счастье в желании служить, в этом случае душа начинает действовать, а не желать. Представляете разница какая большая? До этого душа все время жила только. А вот в тот момент, когда она бескорыстно хочет жить для других, с этого момента начинается жизнь. Мы начинаем действовать. И теперь я вам скажу такую удивительную вещь. Оказывается, находясь в человеческом теле, душа может желать не так много. Потому что потенция желания души, она ограничивается ее как бы пониманием, сколько можно получить. Так, по этому поводу есть такая история, что есть булаки, допустим, да, в Индии. Булак тянет водку свою и думает, вот если как я заработаю много денег, то я что сделаю в первую очередь? Я проложу всю дорогу, по которой я всю жизнь хожу, мягким покрывалом, чтобы колючки с песка не встревали мне в ноги. Понимаете, эта идея означает, что он у нее даже мысль не поворачивает, что он может оставить это свое глупое дело. Точно так же и душа, которая ограничена своими вот этими желаниями. Могу копать, могу не копать. Она не понимает, что ее возможности гораздо большие. Понимаете? Но душа, которая начинает служить, она начинает действовать. И когда душа начинает действовать, у ней начинает проявляться вот это ощущение, что она не только желает, но и делать что-то может. И в результате этого у ней появляется ощущение, что она на самом деле способна на многое. Такая душа начинает чувствовать в себе вот это вдохновение, ощущение бесконечности своих возможностей. Понимаете? То есть сила души вырывается наружу и начинает принимать деятельную форму. И эта деятельность не что иное, как желание жить и для себя. И такая душа, она прежде всего начинает разбираться, а для кого мне жить? Для кого мне жить? И так как она уже почувствовала силу сверхдуши, которая идет изнутри, она начинает думать. Я больше всего обязана своим счастьем вот той силе, которая исходит из меня. И таким образом душа начинает поворачивать свое лицо к Богу. И не зря. Потому что поворачивая лицо свое к Богу, она испытывает огромное блаженство, которое все возрастает. В результате, но потенция действовать, она не ограничивается. Некоторые думают, что душа, которая направила свой взгляд к Богу, она теряет всякую возможность жить в этом мире для людей. Это утопия. Есть люди, которые, прикрываясь религиозностью, замыкаются в себе и как бы, прикрываясь молитвой, пытаются уйти от своих обязанностей. Они пытаются жить где-то в одиночке там и никого, чтобы если кто-то подходит к ним, они шипят. И подходи, окаянный. Эти люди не понимают, что они на самом деле нашли просто способ уйти от проблем, но не совсем хорошие. Понимаете? И мы часто сталкиваемся с такими духовными, в кавычках, людьми, думаем, что это и есть настоящие верующие. Но они верующими даже не пахнут. Потому что человек, который по-настоящему соприкасается с этой потенцией счастья сверхдуши, что происходит у него внутри? У него появляется раскрытие, душа пробуждается, она начинает хотеть всем помогать. У нее сильно появляется желание, чтобы все были счастливы. Это раскрытие вот этой потенции деятельности, оно не идет только на сверхдушу. Понимаете? Потому что в душе даже этого не хватает. Ей недостаточно просто жить для Бога. Ей хочется жить для всех. Но вот это служение Богу у нее занимает очень важное место в жизни, потому что она значит, кому больше всего.